Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Каковы итоги работы органов прокуратуры за минувший год по противодействию коррупции? И какое количество дел возбудили правоохранительные органы? На эти актуальные вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой ответит старший помощник прокурора Республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Радмир Баташев. Доброе утро всем. Доброе утро, Радмир. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. И по традиции я хочу у вас спросить об итогах работы органов прокуратуры за минувший год, о противодействии коррупции. Какие они? Буквально 5 февраля в прокуратуре Республики была проведена коллегия с участием начальника главного управления в Северокавказском и Южном федеральных округах, на которые были подведены итоги работы органов прокуратуры и, безусловно, поставлены задачи на текущий 2021 год. Хотелось бы отметить, что во исполнении национальной стратегии противодействия коррупции, национального плана противодействия коррупции, указа в распоряжении генерального прокурора, безусловно, органами прокуратуры Республики, проведена определенная работа по защите государственных интересов, прав, свобод граждан. Проведенными антикоррупционными проверками были охвачены органы государственной власти Республики, муниципалитеты, учреждения, ведомства, практически всех форм собственности деятельности. По результатам проведенных проверок было выявлено свыше 3,5 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства, в целях устранения которого было внесено на 1500 актов прокурорского реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности были привлечены 640... Это за минувший год? Безусловно, за 2020 год. Прокурорами в 4 раза было больше выявлено нарушений в сфере о закупках товаров, работы услуг для обеспечения государства муниципальных нужд, а государства муниципальной собственности. Нарушения антикоррупционного законодательства были выявлены в действиях должностных лиц органов государственной власти, муниципалитетов, как предоставление недостоверных сведений о доходах, недекларирование доходов, а также непринятие мер по недопущению возможности возникновения конфликта интересов. К примеру, могу привести весь практический депутатский корпус Совета одной из сельских поселений Дехабрского муниципального района, не представив сведений о доходах за 2018 год. А в 2020 году не уведомил главу республики о том, что их расходы не превышали их доход за три предшествующих года. То есть вы уже примеры приводите, да, наиболее яркие? В 2020 году, безусловно. И сколько дел возбуждено? Сказать, что первоначально хотелось бы сказать о работе органов прокуратуры в этом направлении. По результатам проведенных проверок органами прокуратуры, следственным органам было возбуждено 26 уголовных дел. В принципе, и генеральным прокурорам, прокурорам республики, прокуроры городов, районов ориентированы на выявление фактов, сбор материалов, которые могут влечь в основу наиболее значимых резонансных дел. Такие дела были выявлены органами прокуратуры республики. К примеру, при строительстве стратегически важного объекта на территории республики установлены факты хищения бюджетных средств в сумме 525 миллионов рублей. Следственным органам по данному факту возбуждены два уголовных дела. Ведется предварительно следствие. Хотелось бы отметить, что правоохранительным органам в 2020 году выявлено на 25% больше уголовных дел по делам о взяточестве. Количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности примерно на том же уровне, как в 2019 году, выявлено 148 преступлений. Но большой разницы нет. Нет, в общем количестве выявленных преступлений практически нет. Могу пояснить, что ущерб по уголовным делам по оконченным предварительным следствия составил у нас 338 миллионов. По всем уголовным делам, которые направлены в суд, прокурорами заявлены соответствующие требования о возмещении ущерба, которые судами республики удовлетворены. Если вкратце, примерно у нас такие показатели работы в данном направлении. Я благодарю вас за полную информацию и желаю вам успехов в работе. Спасибо вам. Спасибо вам тоже. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программу черкесской редакции, а в 14.30 вести с Аллой Дзинаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Праздничная мега-акция в Ветских мехах. Скидки до 50%. При покупке шубы – куртка в подарок. Успей до 8 марта включительно. ТЦ «Панорама» – первый этаж. Встречайте весну с Московским индустриальным банком. Весна ближе, ставки ниже. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 5,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Дарите эмоции. 585 «Золотой». Внимание! Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова